Доброе здоровьи, уважаемые посетители канала. Ну что, мы кратенько пробежимся с вами по комментариям и упоминаниям. Голод и изжога. На видос Монтана сделал следующий комментарий. У меня исчезла изжога, через 8 дней голодания. Потом несколько лет не было. Вот смотрите, через 8 дней голодания. То есть она все 8 дней, оказывается, была. Вообще-то как-то многовато должна исчезать, ну буквально-таки на 2-3 дни. Раз она была, то есть она настолько мощная, постоянно была. Вот, но тем не менее голод нормализовал все эти вещи. Голод великий нормализователь. Это важно понимать. А я ответил, а я без голодания с ней справился, а заодно с воспалением поджелудковой. Именно так. Поджелудковой, но так. Значит, Монтана ответил. Разница в том, что я мог есть все, что хочу без разбора в любых объемах, в том числе жареные помидоры, жареное мясо и другое. То есть это после того, как я полагаю, исчезло. Я полагаю, что ауторопризма, ранее был подобный опыт, но в этот раз он сработал. Значит, что я еще хочу сказать. Я с проблемами изжоги, особенно поджелудочной железы, столкнулся очень-очень давно. И что хочу сказать. Возможно бы мне и голодание помогло, но я начал с того, что исключил в первую очередь вот эти все эти продукты. Я их исключил, и жога исчезла. И вдобавок, значит, вот у меня бывало от поджарки, особенно, знаете, вот этот ресторан, елки-палки там, ой, такая поджарочка. С этими было, с бестроганами, по-моему. Набираешь резка, все это заделал, съел, знаете, ни одну порцию, там телега такая была. Вот можно было съесть с раза в три, а то в четыре больше. Но я так тяжелоатлет, с наборкой веса, у меня желудок был растянутый, он говорит, и впоследствии тоже. Но тем не менее, значит, съедал. И после этого выхожу буквально-таки, вот выхожу из елок-палок, и у меня тут такая раз, вот такая боль, такая неприятная. Думаю, да что ж такое, что ж такое. Оказывается, вот из-за этого. А в настоящее время, в настоящее время, я правда особо, сейчас как-то стал более сдержанного всей этой пищи. Знаете, просто-напросто вот, надо слушать свой организм, и пища особо не требуется. И я могу съесть, и там что-то жареное, и что-то кетчуп, и еще что-то там, и так далее, и так далее. Ну, не знаю, у меня изжоги, вот она перестала. То есть, я ее как-то устранил, но думаю, если разъедаться опять сознательно, то все это возвратится. Вопрос Фреддист, это голодание и сверхспособности, но вопрос такой. Петрович, а овсянка и банан не особо совместимы, или можно? Вот смотрите, конечно, существует вот эта вся эта градация о том, какие продукты, группы продуктов, с чем они совместимы, ясно и понятно. И, соответственно, этой градации овсянка и банан не совместимы. Почему? Потому что овсянка это больше крахмалистый продукт, он будет больше перевариваться, банан это когда там особо у крахмала нету, быстрые углеводы, как бы сказать, быстрые углеводы не сочетаются. То есть крахмалы перевариваются тогда хорошо, когда человек крахмалистую пищу обработывает хорошо в ротовой полости. То он жует, 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 и она становится, будем говорить, буквально-таки сладенькая. И он потом глотает. То есть она должна обработана быть в ротовой полости слюной. Банан же особо не обрабатывается. Раз-раз туда и пошел он. Так, что по этому поводу сказать? Есть люди, их, вот я думаю, в данный момент большинство, у которых пищеварение еще более-менее здорово, и они овсянку с бананом прекрасно переварят. И ничего они не почувствуют. Вот это вот разделение тогда применяется, когда человек очень ослаблен. Слабое пищеварение. И вот здесь для того, чтобы вернуть нормальное пищеварение, чтобы укрепить желудок, тонкий кишечник, чтобы не было никакого газообразования, очень важно соблюдать вот это раздельное питание. Оно тогда будет способствовать тому, что ваш желудок и кишечник легко переварят овсяночку, усвоят ее и так далее. Либо, если вы отдельно съедите банан, бананчик, и все будет нормально. То есть важно ориентироваться по легкости в животе. Вот вы что-то съели, и чувствуете, да-то все прошло, все нормально. Но нормально, нормально, не газом, ничего. Там продолжает это доесть, как вы питаетесь. А вот если вы чувствуете тяжесть, а потом возникает вот это газообразование и прочее, прочее явление, вот тогда-то надо уже переходить на раздельное питание. Ну, а если вы будете с самого начала вообще-то придерживаться раздельного питания и помогать своему организму все это дело переваривать, то вы сэкономите массу своей собственной энергии. Но иногда бывают случаи, особенно подчеркну, иногда, когда человек, знаете, где-нибудь в гостях думает, да, я сейчас оторвусь, и там вот эту разную мешанину только раз, вот это может вызвать практически отравление. Человек долго питался, он приучил свою пищеварительную систему к такому употреблению пищи, а тут только раз совершенно иное, и это может быть восприниматься как отравление, чтобы вы знали. Вот на видосик лечебного голодания тонкости выхода и восстановления голодания надо подходить осознанно и с хорошим настроением, а не страданием. Действительно надо, я уже много раз говорил вам, и все авторы, которые рекомендуют голодание, и все люди, которые успешно практикуют голодание, они на это идут в первую очередь сознательно, даже с некоторой радостью, воспринимая голод как своего рода болезнь во имя здоровья. Вот это очень важно, чтобы вы действительно шли с таким настроем, этот настрой позволяет все клеточки вашего организма настраивать на особый лад работы. А если вы голодает из-за того, что это надо, то есть уже, смотрите, уже я так рассказал, у меня какой-то упадок, все мои клетки слышат вот эти вот мои эмоции, все эти переживания, они уже впадают в такое коматозное состояние. А он наоборот, бодрость, некая радость, чтобы была. Вот это голодание идет хорошо. Поль Брех молодец, он очень хорошо настраивался на голодание, для него это было, знаете, как, ну, будем говорить, своего рода священное время, во время которого он строит свое собственное здоровье. Вот это очень важно понимать, с каким настроем. Так, далее, жор из-за стресса. Ну, я считаю, что жор, хотя я так сказать, вот думал, от чего там возникает перевозбуждение ветра, но в любом случае, в любом случае, помимо перевозбуждения ветра, то есть сухости и холода в организме во время выхода из голода, и причем выход из голода может быть первая неделя нормально, если человек, допустим, отголодал три недели, а вот где-то на третью, четвертую его может как понести на этот жор. Здесь, я считаю, более правильным, когда вы постепенно наращиваете вот эти сроки голодания, день, два, три, там, да-да-да-да, то у вас вы научаетесь, вы научаетесь, и приучаете свой организм к правильному питанию, не передать, слушать его, слушать, как, что, что. То есть, вот эта самодисциплина позволяет вам обходиться без всяких этих. А как только вот этого нету ни опыта, ни самодисциплины, вот это как раз вот эти все жоры и начинается. То есть, жор это человек безудержный, вот на чем что-то есть, безудержный ест продукты питания до тех пор, пока у него желудок не переполняется, и ему некуда уже эти продукты класть, и он тогда, о, ой, что же я делал. То есть, включается ум, но уже поздно. Так, большая очистка происходит после голодания, надо медленно переходить на осознанное раздельное питание по-новому. Да, вот тут как раз интересно все это подчеркнуть, что если вы, как правило, мы не делаем законченных голоданий, законченное голодание, это в основном считается классическое голодание на воде за 40 дней, когда у нас появляется чувство голода, язык там розовеет и так далее. То есть, как бы, организм сам просит еды, то есть, он вот прошел, как бы сказать, очистку, восстановление, все, 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 все у себя сделал, и говорит, так, все, я все сделал, давайте мне есть. Тут, как бы сказать, это одно. А так как мы не доходим до таких сроков полного голодания, у нас она прерванная, когда все эти процессы еще, знаете, разворачиваются, грубо говоря, там, на второй неделе, на третьей неделе, на четвертой, там, у некоторых на пятой, ну, кто сколько голодает, и вот здесь важно, важно действительно запустить пищеварение, это действительно должно быть осознанно, и раздельное питание, вот по-новому, почему осознанно и раздельное, да, надо желудок, чтобы заработал, кишечник, чтобы заработал, я все сравниваю, это все равно, что родился новорожденный ребенок, он еще ничего не ел, у него там все совершается, питание совсем по-другим каналам, через пуповину и так далее там идет, а надо запустить пищеварительный тракт, и вот тут-то, тут-то поступают такие вещества, которые не мешают друг другу пищеварению, на которых начинается появляться и микрофлора, и появляются и ферменты, которые это переваривают, и так далее, и так далее, и так далее, то есть запускается пищеварение, точно так же и здесь, раздельное питание, совершенно иными продуктами, которыми вы раньше питались, она позволяет вам запускать это пищеварение, и вдобавок те процессы, которые развернулись, идет там очищение, так далее, так далее, так далее, так далее, вот, их можно еще продлить, то есть не просто, значит, так заглушить и оборвать внутри все, а так мягко продлить, что он еще будет очищаться, очищаться, очищаться. Кстати, вот, Сергей Матвиенко, он молодец, следует, слушает там, что, что, у него идет уже, наверное, 46-47 сутки выхода из голода, вот, он все выходит, потому что там столько всего валит, 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 и вот сейчас, сейчас начала чиститься мучеполовая система, начал ей выходить через, то раньше, через кишечник, вот это вот все бяка-кака вывалилось, вы видели, а это сейчас выходит через мучеполовую систему, выходит, знаете, вот такой вот известковый какой-то субстрат, то ли гной, то ли растворенная известь, то ли еще что-то, то ли еще, то есть, очищаются почки, очищается мочевой канал, очищается мочевой пузырь и так далее, видите, только где-то на после сороковых суток выхода из голода начался такой очистительный процесс. Так, естественно, питаться надо не так, как раньше, потому что если мы хотим оставаться здоровыми, хотим оставаться бодрыми, в хорошем настроении, то надо на питание посмотреть несколько по-другому, питание очень такая коварная штука, с одной стороны, оно вроде бы и питает нас, оно доставляет нам массу удовольствия, но вот здесь-то, здесь-то важно не переусердствовать в этом, то есть, не смотреть на питание как на источник поступления удовольствия, или еще как-то, или еще как-то. Я вот часто сравниваю питание с заправкой автомобиля. Вот, ваш организм это дорогой, очень дорогой, невероятно дорогой автомобиль, который вам достался, самая совершенная модель, вот, которая требует определенного бензина, ну, допустим, марки там 100. Ага, но вы богатый человек, богатый человек, и можете позволить себе заправляться дорогущими духами, потому что они пахнут приятно, вам приятно вот это все обонять, тара-та-та-та-та-та-та-та-та. А поедет ли машина на духах? Оказывается, нет. Она приспособлена совершенно к иному. То есть, важно уважать особенности нашего желудочно-кишечного тракта, нашей пищеварительной системы и давать те продукты, которые она может переварить и усвоить. Либо же вы бедный человек, а залью-ка я соляркой. Ну, большинство так примерно поступает. А поедет она на солярке? Ну, возможно, она и поедет чих-пых-пых-тых-трых-дых, ну, в скором времени закоксуется и и все. Ваш новенький, красивенький, полный силы здоровья автомобиль, то есть, тело, которое, допустим, имели лет в 20, 25, ну, пусть даже 30, к 40-50 годам, а то еще и раньше, он уже все придет в некоторую некодность. Поэтому на выходе и вообще во время питания уважайте особенности пищеварительной системы. В первую очередь это по массе одноразового приема пищи. Наш желудок не такой вот. Он столько, вот столько можно, вот я могу в него вложить, грубо говоря, литра 4, наверное, всяких продуктов. Но это не значит, что я смогу переварить. Вложить-то я вложу. И даже если я там приму кое-какие там вещества, типа мезим, хрезим и так далее, чтобы это все там расщепилось или еще, позвольте. А дальше идет нагрузка на кровяную систему, дальше идет нагрузка на выделительную систему. А в этом никто не задумывается, лишь бы протолкнуть. А что дальше будет? Вот так-то. Так что вот с голоданием пользователь правильно написал. Но опять-таки не пишите свои имена, фамилии, так какие-то. Одни пользователи. Вот нас залашили современную жизнь. Вот смотри еще, как она нагло поступает. Вот не надо ни имени, ничего. Не надо ни пола. Ни ничего не надо. Вот пользователи все там. Какой пол там? Хоть без пола и так далее. Надо наплебать. Пользователи все. вот такое наплебательское отношение к нам. Ну я говорю, ну вы-то хоть сами пишите. Коля, Маша, так далее. Так, ну дальше он продолжает. Солнце, воздух, вода и вера в себя. Вера в себя и, конечно, надо накопить некоторые знания. Это очень важно. на видосик стресс, как снизить гормоны стресса, вот опять-таки пользователь такой-то написал. Какое крутое видео. Мне очень понравилось объяснение. Я с ним полностью согласен и считаю, что вы правы, классно выглядите. Но вы знаете, вот прав я или не прав там и так далее. В любом случае вы слушаете допустим два мнения там. мнения, которые я привел, свое собственное мнение. И вы для себя сравниваете, какой вам ближе, какой вам разумнее. Вот во всей вот этой вот бредятины, которая творится на Ютубе, отсутствует, в большинстве случаев отсутствует элемент разумности. И вот всегда подходите к чему-либо с позиции разумности. Как только вы начнете так поступать, ну это будет большой вам плюс. Чистка организма отзыв. Я спортсмен, мне 52 года. Благодаря чисткам организма Помалахова я стал очень выносливым. На данный момент я по выносливости превосхожу многих 25-летних ребят, так что Геннадий Петрович, спасибо вам. Выносливость не сила, а выносливость очень здорово вырастает в результате очищения организма. В чистом организме, когда характеристики крови, лимфы, межтканевой жидкости, внутриклеточной жидкости правильны, организм работает очень хорошо. А я все сравниваю наш организм с машиной, вы получаете машину, знаете, которая действительно работает отлично и просто радуетесь. И допустим, если вы только в 40 начали всем этим заниматься и вдруг обнаруживаете, что, грубо говоря, в 50 лет вы чувствуете себя, выглядите и по всем характеристикам, значит, лучше, нежели лет в 20-25. Это очень интересный синомен. Поэтому как раз очищение организма, оно способствует вот этому. И люди, которые, если этим будут заниматься сознательно, то, допустим, спортсмены в видах спорта, где это требует выносливости, они будут получать уже заранее такой, будем говорить, бонус или, значит, ну, как бы сказать, приоритет, что ли, над другими спортсменами, потому что их организм чище. И они гораздо дольше могут там выполнять какую-то работу, не закисляясь и так далее, и так далее, и так далее. Так, вот, смотри, следующее. Подскажите, пожалуйста, сбор трав, листья, сены, плюс кора, ревени и крушины принимать только в день самой чистки печени или во время чистки кишечника клизмы вместе с травами побуревать, там, укроп, кориандр, фенхель, анис. Ведь эти два сбора имеют разное предназначение. Один слабит, а другой рожает. Ну, смотрите, вот я как-то, это, уже перед этим буквально-таки я рассказывал об этой чистке, и я привел прямо из книги листы с описания этой чистки. Я думаю, вот человек, если уж он в книгу там, ну, как-то не найдет, ну, вот она в видео, вот она в видео, и в нем, значит, лист из книги как раз о том, как Татьяна Бурева рассказывает о том, как чистить печень. Кстати, она, она именно, ну, травница была, я не знаю, сейчас это же давно было, это еще Андреев о ней рассказал, травница была, она уже тогда была бабушкой, и, как бы сказать, одна из специализаций ее, это была чистка печени, которую она разработала великолепно, но я ее изложил, вот в видео, ну, посмотрите, прочитайте, дело в том, что я сам там не это самое, не все помню, вот это одно, а другое вот здесь, а другое, это то, что человек, все-таки как-то сам должен, ну, немножечко разбираться, а тем более чистки печени надо, это довольно-таки серьезная процедура, в которой надо посмотреть, разобраться, прочитать, тара-та-та-та-та-та, уяснить себе, что, что и как, а тут получается, знаете, вот буквально такие вот, вот спроси и так далее, я может сам не помню, я же не могу там все помнить, вот, но тем не менее, тут написано, ведь два сбора имеют разное предназначение, то есть вы должны сами еще соображать, один слабит, а другой разжижает, вот тот, который разжижает, надо использовать перед чисткой, а тот, который слабит, уже надо, значит, в день чистки, для того, чтобы то, что разжижилось, должно прослабиться и выйти, ну, вы сами ответили на свой вопрос ААОО, вот, и вот пишет, а возможно, отнестись с пониманием и ответить на мой вопрос, я новенький в этой теме, но я отвечаю, вам надо посмотреть, прочитать всю чистку, иначе, наделайте ошибок, а это частенько бывает, здесь не краткость, не спешка, не нужны, вы работаете со своим организмом, тоже надо понимать, и к тому же, я думаю, совершенно о других вещах, и мне тоже надо открыть и почитать, я же не все помню, но ответил, понял, спасибо, а в видео это все вставлено, прорыв, 1400 кило, ухожу в отрыв, вот представьте себе, у меня нету рядом ни самодумыва, ни кривых, которые кое-чего там прошли, и так далее, и тому подобное, я вот имею тренажер и и знаю методику подготовки тяжелоатлета, сам я мастер спорта по тяжелой атлетике, у прошлом, так сказать, то есть, вот это, а здесь это совершенно новое, и я уже третий год, в марте будет три года, буквально таки, в конце марта, будет три года, как я вот занимаюсь, я занимаюсь, 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 да, имеются какие-то особенности, да, еще что-то имеется, еще что-то, еще что-то, но тем не менее, я с другой, хоть, знаете, честно, откровенно сказать, другая такая, конечно, энергетическая, корявая, но тем не менее, вес-то, тонна, четыреста, то есть, вот я как-то рассуждаю, как-то ищу, как-то вспоминаю, как-то пробую, как-то, как-то, перри, перри, это самое, нахожу там свои ошибки, стараюсь устранить, и прочее, 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 тем не менее, видите, я все-таки спрогрессировал, вон, как мне удалось это сделать, поэтому вы внимательно читайте, дело в том, что я уже, вот это все, прекрасно разработано, и так далее, и так далее, и так далее, и вот просто надо прочитать, и не спеша к себе применить, хотя мы знаем Эдуарда Петровича, у которого после, чистка никак не удавалась, из-за того, что оказывается, и я это вот подчеркнул, что у некоторых людей очень сильно слизью заполнен, там, тонкий и толстый кишечник, вроде, вроде живот может быть не такой уж большой, а слизи там, и вот эта вот слизь не дает почистить печень, я даже и вот это вот рассказал, что, что и как сделать для того, чтобы все-таки это получилось, плюс есть разные способы очищения, не обязательно с лимонным соком и маслом, там, а другие, плюс есть методики растворения камней в желчном пузыре, и это вы все можете, можете посмотреть, что касается ежегодных календарей, я не делаю, во-первых, никто не печатает, во-вторых, можно так сказать, их спрашивают единицы, единицы и все, вот какой-то вопрос, я так не понял, на видосик зубной камень, советы разные, когда задавал вопрос о зубах, вы ответили, что есть коронки, вырванные, у него или у меня, тогда получается, что голодание не помогает сохранить здоровые зубы, но голодание позволяет сохранить здоровые зубы, тем более все эти зубные камни отваливаются, тут речь идет о зубном камне, что касается там коронок и вырванных, но насколько я, то есть мне не поступало таких знаний о том, что на голоде зубы под коронками разрушались, или там, грубо говоря, вкрученные там что-то разрушались, или организм их отторгал, мне такого не поступало, поэтому я считаю, что здоровые зубы, естественно, станут на голоде здоровее, и это важно. Так, вот опять-таки на стресс, как снизить стресс, гормоны стресса, пользователь написал, кто-то ведает, тот спокоен, то есть очень важно понимать, что в этой жизни все, что должно с тобой случиться, оно случится. Будешь ты спокоен, или ты будешь беспокоен, или еще как-либо. Поэтому что волноваться, если то, что будет, оно будет. Пусть это не всегда там в радость, что там будет, но тем не менее. К этому можно относиться спокойно, да, это случится. Ну, грубо говоря, вырвут тебе зуб, Ё-моёс. Так. А вот незнание всегда беспокоит. То есть человек, вот, это точно, человек в незнании, он... То есть незнание, смотрите, это надо считать не то, что это незнание, а это больше надо считать, нету доверия к Всевышнему, к Творцу, который тебя создал. Если ты доверяешь тому, кто тебя создал, то у тебя нету никакого беспокойства. Потому что все, что происходит с тобой, вокруг тебя и так далее, ну, это создано им для твоего же блага. Пусть будут очень серьезные ситуации, но тем не менее. Вот. Это совершенно другой вопрос. Вот. Так что тогда беспокоится? То есть нету доверия к Всевышнему. А если нету доверия к Всевышнему, тогда вот возникает беспокойство и так далее, тогда от беспокойства приводит к волнению. Далее, значит, пишется, «Здравствуйте, подскажите новенькому, пожалуйста, какое минимальное количество дней, не менее сколько дней, рекомендуется делать чистую кишечную коклизмой с уриной, параллельно принятие травы буревой перед чисткой печени». Но обычный очистительный курс, он давным-давно изложен там. Человек начинает делать, да хотя бы, грубо говоря, недельку через день вы почистили. Почему через день? Потому что если человек вообще не заглядывал в свой толстый кишечник, для него сама процедура кризминия, это будет тяжеловато. Поэтому хотя бы немножечко, знаете, он так разгрузился, 4 кризмы через день, ну, это более-менее. Но в любом случае надо самому понимать, а если у тебя там, грубо говоря, запоры, а если это уже огромное количество лет и так далее, и так далее, и так далее, то есть всё это индивидуально. Вот смотрите, что на это ответила Муфишка. «Я чищу кишечник по схеме. Одна неделя каждый день, вторая неделя через день, третья неделя через два дня и так далее. Вот одну неделю я уже почистила. Планирую чистку печени первый раз и с четырёх провести в пятницу, потом через неделю. Обязательно напишите, что у вас там получилось. Параллельно сейчас вторая неделя антипаразитарной чистки сбором трав. Грибок снова вывалил на ноги. То есть с грибком, вот так мы всё думаем, справиться не так-то просто. И то, что, допустим, он ушёл там с ног, и вроде как ноги очистились, и ногти очистились, это не значит, что грибка у нас нет. То есть важно, чтобы вы не самоуспокаивались на этом, что «О, я всё там вылечил, всё нормально». Как только опять начинаете что-то делать или гонять вот эти вот рецидивы, грибок, такое же, будем говорить, живое образование, которое мигрирует, в зависимости от того, где его сейчас поганали, противопаразитарка, он начинает лезть в то место, где эта противопаразитарка его не достаёт. Сосреды поменяют антипаразитарные травы, побурю именно для чистки печени. Удачи всем. Ну, молодец, фишка. Ну, будем говорить. Знаете, вот я как раз смотрел видосик, один там молодой человек рассказывал, и как раз показывал ногти своего папы, что ему где-то понадобилось 80 дней для того, чтобы грибок на пальцах ног исчез. ногти стали чистые. Это большое достижение. Не хочу сказать, что он полностью вылечен, но как раз вот именно 80 дней, и, кстати, этот сам парнишка тоже, значит, долго аналот, этот грибок, значит, применялись как местные на ногти непосредственно разного рода там лекарства, мази, гелии и прочее, прочее, так и внутрь ядовитая штука, которая особенно вредно там действует на печень, лекарство такое, которое как раз изнутри создаёт душняк. Ну, здесь, будем говорить, попробовать как-то выманить его. То есть, вы начнёте применять противопаразитарные травы, противогрибковые все эти травы, которые создают душняк в организме, и, вот, допустим, где там через ноги вошёл, то есть, первоначально, куда он там входит, он обычно туда и бежит. И вы там где-то, ну, создайте такие условия влажные, возможно, немножечко сладенькие, для того, чтобы он вышел. то есть, то есть, то есть, в это время, в это время, как бы сказать, дополнить, вы начали гнать грибок, он полез на ноги, там, на уши, там, ещё куда-то, ещё куда-то, вы начинаете применять испанский плащ, это влажная процедура, для того, чтобы он вылез на просты. И те люди, которые применяли, они видели, говорят, целые там разводы получаются. Хорошо, если вы сфотографируете эту ерунду и так далее, показать вам наглядно. Поэтому, вот здесь можно применять испанский плащ, буквально-таки, каждый день, через день, ну, как вам там удобно всё это. И смотреть, что там вылазит на просты. То есть, влага, теплота, и на кожных покровах нету толкового, ну, говорить, вот это, все это травы, которые вы там с помощью противопаразитарных травм применяете. То есть, нету её там внутри, и он стремится туда, где этого нет. И вылазит здесь влажненько, тёпленько, хорошо там, на простыне и так далее. И вы потом эту простынку раз, если вылез, и можете изжечь. Ну, давайте на этом закончим. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, выявляйте благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурь,